Здравствуйте. Вот, и сегодня, сегодня, а, теоремой Виеты мы в прошлый раз занимались, да, и это было так всем просто и понятно, что я на самом деле решил больше теоремой Виеты не заниматься, а сегодня посвятить день, соответственно, немножко более таким нетривиальным вещам, которые называются рациональные уравнения. Значит, тема сегодняшнего нашего с Вами – рациональные уравнения. Значит, о чем пойдет речь? Ну, вообще говоря, рациональное уравнение – это обобщение, да, уравнений квадратных. Рациональное уравнение – это любое уравнение, левая часть которого – это рациональное выражение. То есть, например, рациональным уравнением является уравнение типа 6х квадрат минус 9х пятый плюс 4х квадрат минус 3х плюс 1 равно нулю. Это рациональное уравнение. Также рациональным, например, будет являться что-то в духе х куб минус 1 на х квадрат плюс 1 равно нулю. Это тоже рациональное уравнение. Ну и все такое прочее. Собственно, любое, да, уравнение, где левая часть этой выражения рациональное, то есть не содержащее иррациональных каких-то множителей, слагаемых или коэффициентов. Иррациональных, я напоминаю, это всякие там корень из двух, там и так далее, и так далее, неприятности. Вот. Будет называться рациональным. И для нас это с вами важно, потому что мы от уравнений просто квадратных движемся, двинемся чуть-чуть подальше и будем говорить уже об уравнениях, например, биквадратных, распадающихся, об уравнениях вот таких, дробно-нелинейных и так далее, так далее, так далее. Значит, первое, что я хотел бы в теме рациональное уравнение обсудить, это некоторое простое обобщение уравнений квадратных, называемое биквадратное уравнение. Значит, привожу пример. Уравнение типа ах в четвертой плюс bх квадрат плюс c равно нулю, где а, b и c – это коэффициенты, а нулю не равно, называется биквадратным уравнением с неизвестным x, относительно неизвестного x. Чем оно отличается от знакомых нам квадратных уравнений? Значит, да, я вот тут на доске справа на всякий случай оставлю, как всегда, формулу дискриминанта b квадрат минус 4ac, формулу нахождения корней квадратного уравнения минус b плюс минус корень из дискриминанта делить на 2а. И на всякий случай теорема Виета, x1, x2, относительно суммы и разности, x1 плюс x2 – это минус b на а, а x1 на x2 – это c на а. Это вот то, что связывает корни квадратного уравнения с коэффициентами, то, что называется теорем Виета. Смотрите, биквадратное уравнение отличается от квадратного чем? Что оно не второй степени, а четвертой. И вообще говоря, в математике очень есть неприятная такая история, что, ну, линейные уравнения вы все решать умеете, квадратные уравнения тоже в общем случае решаемы через формулу дискриминанта, да? Ну, если дискриминант больше нуля, по крайней мере. Уравнения высших степеней, типа кубическая, четвертой степени, пятой, седьмой и так далее, в общем случае вот такого вот алгоритма решения, как с дискриминантом, не имеют. То есть их нет какой-то вот формулы, которая позволила бы нам найти корни уравнения третьей или четвертой степени. Да, никакой дискриминант здесь не поможет. Он работает только для квадратных уравнений. Ну, что резонно, да, потому что мы же с вами выводили дискриминант, когда выделяли полный квадрат из квадратного трехчлена. Ну вот здесь, соответственно, трехчлен не квадратный, полный квадратный не выделить, и вообще все очень плохо. Вот. Для решения уравнений высших степеней иногда используются всяческие занятные процедуры. Если будет желание, мы о них поговорим. Это, например, там схема Горнера так называемая. Но все методы решения уравнения высоких степеней начинаются с одной неприятности. Для того, чтобы вообще хоть что-то нарешать, вы должны угадать сначала один корень. В решениях уравнений высших степеней всегда так. Сначала угадайте, а потом можно будет один или два, ну, сколько угадайте. А потом можно будет что-то там делать, что-то говорить. Значит, однако, есть ситуация, в которых уравнение четвертой степени, написанное на доске, решается просто. Случаи как раз-таки, когда у вас присутствуют только четные степени х, х четвертой и х квадрат. В таком случае, биквадратное уравнение решается таким методом. Смотрите, давайте сделаем замену переменных и обозначим за у величину х квадрат. И подставим это обратно в уравнение. То есть перепишем уравнение, написанное относительно х, в уравнение, написанное относительно у. Чего получится? А у квадрат плюс б у плюс с равно нулю. После такой замены переменных, относительно простой, видите, что уравнение относительно у, оно квадратное уже, и оно решается стандартным способом. у первое равно минус b плюс корень из b квадрат минус 4ac дискриминанта делить на 2а. у второе, это минус b, минус корень из b квадрат минус 4ac на 2а. Просто по формуле дискриминанта. Но, вот это два корня уравнения квадратного относительно у. Скажите мне, пожалуйста, вот я смотрю внимательно в чат, сколько должно быть корней у уравнения четвертой степени? Если кто-то меня еще слушает вообще сегодня. Четыре. Четыре. Правильно. Правильно. Как это можно заметить? Смотрите. У вас есть два разных у. Давайте попробуем. Вернемся обратно к иксу и приравняем. икс квадрат равно минус b плюс корень из b квадрат минус 4ac на 2а. Проравняем первому корню y1. Это, в свою очередь, эта штука, которая у меня вот... Так, куда мне показывать? Вот, вот эта штука, это у меня тоже квадратное уравнение. Правильно? Тут есть х квадрат равно чему-то. Решениями этого квадратного уравнения будут два числа х1 и х2. Число первое, это корень из минус b плюс корень из b квадрат минус 4ac на 2а. А второе решение это минус корень из минус b плюс еще один корень. b квадрат минус 4ac на 2а. Корень из корня. Вот. Это два числа. Но мы использовали только один y. А у нас есть еще второй корень вот этого уравнения относительно y. Делаем еще х квадрат. Приравним второму корню уравнения относительно y. минус b минус корень из b квадрат минус 4ac на 2а. Тут опять квадратное уравнение, как и тут, да, решается просто. Я буду писать это x3 и x4 корни. x3 это корень квадратный из минус b минус корень из b квадрат минус 4ac на 2а. четвертый корень это минус корень квадратный из минус b минус корень из b квадрат минус 4 ac на 2 и того вот такие четыре страшных числа сейчас договорю отвечу на вопрос значит вот такие четыре страшных числа x 1 x 2 x 3 x 4 которые являются по сути корнями уравнения написанного с моего права на доске вот теперь к ответу на вопрос в чате что я не очень наверное соображу сейчас что такое метод переноса прием переноса или вы про то что я вот здесь вот для решения вот этого вот квадратного уравнения не использовал дискриминант не использовал вието а просто перенес в правую часть и вычислил квадратный корень да можно решать квадратное уравнение так только в случае только в случае внимания когда уравнение квадратное уравнение полное смотрите вообще у вас есть давайте об этом тогда немножко поговорим у вас есть два слух скажем так три возможных случая смотрите возьмем квадратное уравнение а x квадрат плюс b x плюс c да если 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 а б и ц нулю не равны то есть ничего нулю не равно ни а ни б ни ц первое это а не равно нулю б не равно нулю и ц не равно нулю в таком случае у вас один выход дискриминант дискриминант или вието или то есть ничего вот если ни а ни б ни ц нулю не равны у вас вообще никакого выбора только каноническое решение квадратных уравнений значит второй случай если у вас c равно нулю а а и б не равны таком случае вы получаете уравнение типа а x квадрат плюс b x и и она решается вынесением за скобочку не обязательно искать дискриминанты вы можете записать что это равно вынести x общий множитель x и записать что это x на а x плюс b равно нулю соответственно корни такого уравнения видны сразу же правда произведение двух чисел равно нулю да когда одно или оба из них 0 ну вот соответственно корни будут x равно нулю и x равно минус b делить на а это второе вторая ситуация третья ситуация когда у вас b равно нулю а а и c не равны тогда у вас получается уравнение вида а x квадрат плюс c равно нулю и вот здесь в случае если нету члена линейного да bx если его нет тогда вы смело берете переносите c в правую часть делите на а и вычисляете корень квадратный решением уравнения будет этот квадратный корень из c на а взятые со знаком плюс и минус то есть вот метод переноса который вы описали работает только в третьем случае когда у вас нет линейного по иксу слагаемого во всех остальных ну вот действуйте сообразно ситуации вот давайте продолжим разговор значит продолжим мы ну естественно каким-нибудь примером решение биквадратного уравнения чтобы это было в числах а не в буквах решением в цифрах а не в буквах значит пример будет следующий икс в четвертой минус 4x квадрат плюс 3 равно нулю да сейчас мы давайте к теореме Виета попробуем вернуться сейчас давайте вот этот попробуем вот этот примерчик решить а давайте да из этого уравнения сделаем квадратная заменой а ее решим по теореме Виета вот так и сделаем значит смотрите берем уравнение наше оно четвертой степени смотрим что там есть только только четные степени четвертая и вторая да делаем замену переменных обозначим за Y величину х квадрат вот х квадрат переобозначим через Y уравнение переписанное относительно Y будет выглядеть как х квадрат ой Y у нас уже Y Y квадрат минус 4Y плюс 3 равно нулю это уравнение уже является квадратным относительно Y Y четвертая степень это квадрат в квадрате да это вторая степень второй степени да 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 конечно да вот значит смотрите получилось квадратное уравнение относительно величины Y что мы с ней будем делать мы будем его решать по теореме Виета теорема Виета гласит что если у уравнения вот этого есть два корня два то их сумма первого корня и второго корня уравнения их сумма есть частное от деления второго коэффициента на первый со знаком минус в нашем случае коэффициент В это минус 4 коэффициент А это единица и того Y1 плюс Y2 должно быть должно равняться четырем в нашей ситуации вот вы мне написали 3 единицы 3 единицы это действительно корни а теперь считайте корни тогда биквадратного значит а произведение корней должно равняться отношению третьего коэффициента к первому в нашем случае это просто 3 то есть еще раз сумма корней должна равнять 4 их произведение 3 а теперь либо подбирайте либо решайте история такая значит вот это вся суть теории Виета что корни связаны между собой вот такими двумя соотношениями их сумма это второй коэффициент минус второй коэффициент на первый ну и так далее да значит подбирая корни тут благо это делается достаточно очевидным мы можем сказать что Y1 это тройка Y2 это единица тогда их сумма 4 и их произведение 3 все отвечают они Виетовской теореме значит корни помните я говорил есть не только прямая теория Виета но и обратная в смысле если вы найдете два числа которые вот так делают вот этим соотношением удовлетворяют то они являются корнями вот в обратную сторону прямая логика корни должны удовлетворять обратная логика если два числа удовлетворяют то они корни вот туда и обратно это утверждение значит первый корень тройка второй единица совершим обратную замену переменных вернемся к иксу увидим что у нас теперь есть два квадратных уравнения х квадрат равно 3 и х квадрат равно единице решениями этих двух квадратных уравнений являются кто какие числа кто скажет корень из трёх это правда корень из трех это правда Еще два. Давайте. Я с вами не буду решать уравнение восьмой степени. Мы пока все корни напишем, все занятие пройдет. Итак, корень из трех верно, единица верна. Так еще. Еще два корня. У биквадратного уравнения четыре корня. Минус корень из трех принимается и минус единица. Значит, еще, а теперь подробно. Значит, смотрите, берем первое уравнение. Х квадрат равно трех. Его можно решать канонически, никто вам не мешает. А можно просто сказать, что если квадрат числа это три, то само это число, это либо корень из трех, либо минус корень из трех. Понятно, да, что если мы минус корень из трех возведем в квадрат, мы тоже получим три. Ну и относительно второго уравнения, х квадрат равно единице, тоже корни будут единичка и минус единичка. То есть, минус единичку возвести в квадрат, то тоже получится единица. Вот такая вот история. То есть, это не сложнее, видите, не сложнее, чем обычное квадратное уравнение. Значит, давайте я скажу еще одно слово по поводу квадратных, и немного поговорю по поводу распадающихся. Значит, смотрите, если после замены переменных первоначальное квадратное уравнение не имеет корней, фу, первоначальное, вот это, после замены переменных, если у вас здесь получится дискриминант меньше нуля, значит, и оригинальное уравнение корней не имеет. Понятно, да? Если после замены переменных корней нет, здесь все, дискриминант меньше нуля, все, нет решений в действительных числах, то и здесь тоже нет, все. Ни одного из четырех корней мы написать не можем. Конец. Интереснее же ситуация. Вот я вам сейчас скажу, а вы мне устно скажете, какой корень уравнения. Я ее сейчас снова напишу. Вот уравнение х4 плюс 2х4 плюс 1. Назовите мне все четыре корня этого уравнения за 15 секунд. Нет, ноль не подходит. Это был бы хороший ответ. Что это нет-то, ребята? Делайте замены переменных. После замены переменных вы получаете, что? х квадрат плюс 2х плюс 1. х квадрат плюс 2х плюс 1 это практически формула сокращенного умножения. так. Ну что, еще будут какие-нибудь? Вот. Единичка и минус единичка. Правильно. Понятно, да? После замены переменных получается вот такая история. это, в свою очередь, у плюс 1 в квадрате. У этого квадратного уравнения корень 1. Ой. Слушайте, да. Кто написал, кто писал нет корней, тот молодец. Да, у меня получилось, что их нет. Потому что у равно минус единице, корень из минус единицы не вычисляем. Да, извините, пожалуйста. Это моя вина. Для того, чтобы было так, как я хочу, 1 и минус 1, здесь надо написать минус. Если здесь минус, минус, здесь минус, тогда у равен единичке, х первое и второе равны единице, х третье и четвертое минус единице. Вот. Все. Так получилось. Да. Если с плюсом, корней действительно нет. Причем у квадратного уравнения корень есть, а вот после обратной замены переменных уже корней нет. Ладно. Значит, биквадратное уравнение от квадратных действительно отличается, поэтому я хочу еще немного расширить нам с вами кругозор. и все-таки поговорить про уравнения распадающиеся и всякие остальные. про распадающиеся скажу только пару слов. Значит, смотрите. Давайте попробуем решить уравнение вида х квадрат минус 5х плюс 6 на х квадрат плюс х минус 2 равно нулю. Значит, зачем я это написал? Потому что здесь очень важна логика следующая. Смотрите. Допустим, число х 0 это корень уравнения написанного вот здесь. Всего вот этого уравнения четвертой степени. Да? Вы заметили, оно четвертой степени, а оно не биквадратное. Не, ну давайте перемножим, конечно. Давайте попробуем. Если мы это перемножим, мы получим х в четвертой минус 5х в кубе, плюс 6х в квадрате, плюс х в кубе, минус 5х в квадрате, плюс 6х, минус 2х в квадрате, плюс 10х, минус 12. или же х в четвертой минус 4х в кубе, минус х в квадрате, плюс 16х, минус 12. После перемножения это не то, что не решается вообще, а не решается совсем. Заметьте, оно не биквадратное. Почему? Потому что есть третья и первая степени. Если вы попробуете сделать замену х квадрат равно у, то получится глупость, потому что а как вы тогда выразите х куб? Да? Или там х в первой степени. В общем, жизнь вы себе не облегчите. Поэтому раскрывать скобки и перемножать не надо. надо делать следующее. Допустим, х0 это корень. Тогда, если я подставлю этот корень в уравнение, если я подставлю в это уравнение, то должно получиться тождественное равенство. произведение двух чисел равно нулю, если хотя бы одно из них равно нулю. То есть, х0, которое является корнем вот этого большого уравнения, является корнем как минимум одного из вот этих. Поэтому, как вы правильно сказали, да, нужно взять и не раскрывать скобки, а брать и решать квадратные уравнения в скобочках последовательно. То есть, получается, что х квадрат минус 5х плюс 6 равно нулю, или х квадрат плюс 1 минус 2, ой, плюс х минус 2 равно нулю. Ну и, соответственно, да, какие здесь корни, кто там сказал корни? 2, 1, 2 и 3. Ну, вот здесь действительно корни 2 и 3, да, да, а здесь действительно корни 2 и 1. Да. Минус 2. Которое минус 2? А, вот здесь должно быть минус 2, да. Вот. Соответственно, если есть, это и называется распадающимся уравнением, когда у вас вот есть два перемноженных многочлена, их произведение равно нулю, тогда решайте каждую скобочку отдельно. Интереснее другое. решите уравнение типа решить уравнение типа x6 без минус единицы равно нулю. вот тут самое любопытное, поскольку, ну, с одной стороны, с одной стороны, вы мне можете сказать, да, что здесь точно корни 1 и минус 1. Они точно такие есть, но вы мне никогда не сможете сказать их, я не помню, употреблял ли я это выражение, вы мне никогда не сможете сказать кратность этих корней. То есть, вот как вот здесь, ну, здесь, здесь нет, здесь не было, но вы мне никогда не сможете сказать, сколько корней у этого уравнения. То есть, это все 6 штук, и просто они повторяются плюс-минус единичка, плюс-минус единичка, плюс-минус единичка. Или их три, а других трех нет вообще. Проиллюстрирую то, что я говорю. Смотрите, давайте возьмем и разложим левую часть всей этой истории на множители. Значит, разложим мы это на множители. Ну, хотите, используя разность кубов. Да, есть такая формула. Хотите, используя разность квадратов. Короче, для экономии времени я запишу просто это разложение. Разложение типа х квадрат без единицы на х четвертый плюс х квадрат плюс один. Только два их и есть. Да, два из шести. Значит, смотрите. Мы раскладываем эту штуку на два со множителя. И таким образом получаем распадающуюся уравнение. То есть нам теперь не надо решать шестой степени. Мы этого и не умеем. Нам нужно решать два. Одно из них квадратное. Второе биквадратное. Давайте решать их стандартным способом. Смотрите. Первое уравнение х квадрат минус один равно нулю имеет два корня. Точно. х1 равно единичке х2 равно минус единичке. Другого быть не может здесь. А второе уравнение х четвертый плюс х квадрат плюс один после легкой легкой непринужденного легкого и непринужденного взгляда на уравнение вы увидите, что там нет корней. оно биквадратное вы его заменяете х квадрат заменяете на у если переписать относительно у его получится у квадрат плюс у плюс один равно нулю. И вот это уравнение корней не имеет. А мы с вами говорили если вот уравнение относительно у корней не имеет то и биквадратное корней не имеет. Таким образом смотрите из шести возможных корней уравнения шестой степени у нас есть только два а остальных не существует. Все. Вот. То есть просто так методом это вот методом переноса извлечением корня шестой степени вы бы это не решили потому что потому что то что оказывается что у второй половинки этого уравнения нет корней. Еще пример приведу. Пример простой относительно. Значит уравнение кубическое третьей степени х куб минус 2х квадрат минус 3х равно нулю. Здесь разложение на множители вполне по себе понятно. Смотрите здесь нет свободного члена который бы не содержал х поэтому мы можем сделать элегантно мы можем вынести х за скобку оставив здесь то что оставили х умножить на х квадрат минус 2х минус 3 это распадающееся уравнение то есть произведение двух многочленов равно нулю. Первый многочлен приравнен к нулю и второй. Итого получаем корни х первое равно нулю заметьте первый многочлен ну одночлен точнее х он вообще линейный корень там один это линейное уравнение х равно нулю да значит и смотрим на вот это уравнение ну значит слушайте по теории Виеттоли или через дискриминант какие корни у второй части вот у этой х квадрат минус 2 х минус 3 по-моему 2 и единичка да 2 и минус нет не получается ладно давайте честно решать х квадрат минус 2х минус 3 равно нулю дискриминант это 4 минус а плюс 4 на 3 то есть это 16 корни х второе и третье давайте запишу это 2 плюс минус 4 делить на 2 то есть 3 а 3 и минус 1 итого вы нашли корни кубического уравнения да вовремя вынеси то что надо за скобочку и корни получилось 3 0 минус 1 и 3 вот все вот эти вот ужимки и прыжки на самом деле нужны только для того чтобы хоть в каких-то ситуациях он получилось решать уравнение в степени выше 2 хоть когда-то вот еще раз да биквадратные уравнения решаются практически всегда ну если корни если там дискриминантом все в порядке уравнение там шестых третьих пятых степеней решаются иногда на удачу ну то есть например как вот в этом случае когда можно расписать какую-нибудь там разность кубов и так далее и так далее и так далее вот значит на к следующему давайте у меня 5 минут еще есть я еще кое-что хочу обсудить чтобы в следующий раз начинать не из пустоты значит последним пунктом морализонского балета является рациональное уравнение такого дробно дробно нелинейное последним является уравнение последним типом является уравнение вида х квадрат плюс 4х минус 21 так видно у меня маркер перестал писать как назло минус ой делить на делить на х квадрат да что ж такое ну все это судьба это судьба на х о х квадрат минус х минус 3 то есть уравнение когда у вас есть сверху квадратное уравнение снизу квадратную квадратную трех член снизу квадратную трех член то есть выражение называется да которое называется алгебра дробь вот что в такой ситуации делать подробностях мы поговорим в следующий раз но я так обрисую проблемы которые между нами здесь у нас с вами здесь могут возникнуть смотрите допустим есть некоторое число х 0 которое корень числителя и все вроде в порядке но если этот х 0 еще и корень знаменателя тоже то мы с легкой руки делим на 0 чего делать естественно никак нельзя поэтому естественно мы будем это решать отдельно уравнение из числителя отдельно уравнение из знаменателя для чего знаменатель мы приравниваем нулю чисто формально так естественно делать нельзя для чего чтобы посмотреть нет ли здесь таких корней которые совпадают с корнями вот этого вот это то ладно это то чем не буду что-то подзанавис вычисления выносить значит это то чем мы будем заниматься скорее всего первую половину занятия в следующий раз если есть какие-то вопросы то я еще их буквально полминуты готов выслушать вот если вопросов никаких нет тогда спасибо вам за занятие увидимся на следующей неделе спасибо спасибо Спасибо.